Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, Гомель. Друзья, мы рады приветствовать вас из вечерней студии Беларусь-4. Саш, скажи, вот без чего твой вечер был бы неполноценным? Сложно так слету ответить, но как минимум без хорошей книги. А я себе представляю идеальный вечер так. Интересный фильм, теплый плед, если прохладное время года. И, конечно же, кружка горячего чая. Да, тут не поспоришь. Без чая сложно представить не только наш вечер. Для многих чайная церемония – это не только стабильный ритуал по утрам, но и на протяжении всего дня. Чаем с медом мы лечим простуду. Холодным чаем утоляем жажду в жару. А иногда этот напиток и вовсе может оказывать лечебное действие на наш организм. Какие разновидности чая существуют? На что опираться при выборе чая и как его правильно заваривать? Об этом и не только. Сегодня за чашкой чая мы поговорим с нашими гостями. С главным врачом санатория «Чонки» Олесей Гороховской. Олесей, добрый вечер. Рады вас видеть. Присаживайтесь. Хозяином чайной лавки в Гомеле Дмитрием Иванцовым. А вот и Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Рады видеть вас. И настоящим знатоком чайных традиций и церемоний гомельчанином Дмитрием Трусовым. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть. Итак, дорогие гости, для начала хочу вас спросить, что больше предпочитаете, кофе или чай? Очень странный вопрос. Мне кажется, что больше предпочитают любители и пропагандисты чая? Конечно же, чай. Мало ли, все-таки. Или же бывает исключение, когда в вашем меню и рационе все-таки появляется кофе? Иногда бывает. На самом деле, я считаю, отказываться от кофе тоже бессмысленно, потому что кофе хороший тоже, по-своему, хороший, вкусен. Но, тем не менее, как уже говорили, да, что чайные люди все-таки предпочитают больше чая. Поэтому у кого-то занимает это в большей степени, у кого-то в меньше. Олеся Александровна, ваше мнение, ваше предпочтение? Ну, я все-таки предпочитаю, скажем, кофе, но не отказываюсь от хорошего чая, да. Лично для меня вопрос стоит по утрам, какой чай выбрать в нынешней пите. Потому что в лавке у нас очень много, очень большой выбор чаев, поэтому всегда интересно, что попробовать новое. И останавливаться на одном совершенно неинтересно. Какой чай тогда вы больше всего любите? Черный, зеленый или разновидности, которую вы предпочитаете, мы даже, может быть, и не слышали ни разу о ней? А я очень ветреный в этом отношении, поэтому нельзя сказать, какой у меня чай любимый. Каждый для своей ситуации оптимален. В любом случае, чай известен с древних времен и один из самых популярных напитков по сей день. Как считаете, с чем связана такая популярность у с виду простого и такого замечательного напитка, как чай? Я думаю, что тут больше связано именно с распространением, потому что именно с уже с древних времен чай вызвал к себе интерес и начал завлекать большие массы. Сейчас речь идет о чайной культуре, той, о которой мы так много слышим. По сути, да, потому что действительно не зря говорят, что европейцы так сильно хотели получить чай в те древние времена, что пошли на крайние меры. Поэтому я думаю, что именно вот эта популяризация чая связана как раз-таки с хорошим маркетинговым ходом, скажем так, тех времен, да, и действительно прекрасным напитком. Потому что хорошее всегда привлекает. На самом деле, не быть чай таким удивительным напитком, он бы не стал таким популярным. Потому что китайцы, на самом деле, хранили и хранили в секрете его приготовления. И сам чай был очень дорог, и они не хотели никому не продавать. И даже дело дошло до того, что для европейцев был придуман, не то чтобы придуман, а отдан на откуп один из сортов чая, красный, который мы теперь называем черным. Галландцы его так обозвали в свое время. Я почему-то всегда думала, что красный чай это как раз чай каркаде, о котором мы позже будем говорить. Это штампы, наверное, да? Ну, потому что ярко-красный цвет, можно сказать, это ярлык, который как раз был исторически навешан. Поэтому, да, мы привыкли так называть красный чай, но на самом деле красный есть красный, черный это есть черный. А чай есть чай. И все-таки возвращаясь в сегодняшний день, если раньше это был такой напиток для обеспеченных людей, то сегодня это достаточно повседневный напиток, к которому мы относимся очень просто. Есть и своя классификация чая, есть различные виды, вот мы уже начинали их перечислять. Может быть, какие-то из них давайте озвучим для наших телезрителей, да? Что, какие виды чая сейчас наиболее популярны? Или, может быть, сорта, как правильно говорить? Наши телезрительницы, вот, например, бы начали этот список с привычного пакетированного чая. Кто-то бы сказал, что, а я завариваю всегда. Или это не виды чая? Виды чая это вот то, что мы называем зеленый либо черный. Это не сорта чая, потому что сорт чая это уже более конкретная какая-то позиция, например, в зеленых чаях. А у европейцев традиционно выделяют только два вида чая, то есть это зеленый и красный, черный, зеленый и черный. Китайцы пошли дальше изначально, и на самом деле у них шесть видов чая. Это белый, зеленый, желтый, красный, улуны и черные чаи, в том числе и пуэр. Все зависит от степени ферментации, либо окисления чайного листа в процессе его приготовления. Вот, кстати, про ферментацию. Я готовился к программе, часто встречал это такое загадочное слово, по крайней мере, для меня. Давайте растолкуем. Сразу кажется, что это какое-то химическое воздействие на чайный лист, да, или на чай. Да. Это реакция химических элементов, содержащихся в чайном листе, с кислородом, с окружающей средой, то есть окисление. В чайном листе содержится, по теперешним данным, по сегодняшним данным, около 300 элементов или соединений полезных металлов, алкалоидов, полифенолов и так далее. Вот, и все, и в зависимости от того, насколько чайный лист был поврежден при скрутке, и насколько долго он находился в процессе вот окисления на воздухе, свободном, а зависит его вкус, его действие, его цвет в том числе. В том числе и цвет, да. То есть, другими словами, если упаковка чая была не так доставлена, либо неправильно хранилась, то мы можем пить вовсе не полезный напиток. На самом деле, все гораздо еще серьезнее. Все зависит от качества сырья. То есть, где он был собран, как он был собран. Вот, кстати, об этом. Важно, где выращивается и как выращивается чайный лист? Конечно, конечно. Чем лучше экология, тем лучше будет сырье. То есть, чем выше в горах растет чай, естественно, там экология лучше, там лучше солнышко светит, там водичка лучше. Поэтому и само чайное сырье получается лучше. Уже на второй этап отходит, так сказать, это методики их приготовления. Потому что тоже всегда можно где-то пережарить чай, испортить. Ну, то есть, уже вступает в силу человеческий фактор. От этого уже, да, зависит качество сырья. И третья ступень возможности испортить чай наступает, когда мы прикасаемся к потребителям. Когда мы его завариваем. Ну, либо храним правильно. А вот, кстати, мне интересно, есть ли какая-то статистика по поводу количества сортов чая? То есть, вот, как много разновидностей этого напитка существует? Или сказать так точно и нельзя? Порядок сотен, наверное. Да, сказать нельзя. Я бы даже не сотен. Я последнюю статистику, которую смотрел, более тысячи позиций. И китайцы на этом не останавливаются, придумывают все новое и новое. А если учесть, что не только Китай делает чай, но и другие страны, как Индия, Непал, да, то, думаю, гораздо больше еще может оказаться. Просто какие-то позиции менее известны, какие-то широко распространяются. Можно ли выделить какой-то из сортов? Ну, ценность можно, может быть, определить не повседневностью чая. То есть, свойствами чая удивлять, может быть, то есть, есть так называемые церемониальные чаи, которые пьются именно в формате... В последних случаях? Или как? При случае, может быть, да. Это должно быть, скажем так, специально отойденное время, специально отведенное место, состояние, компания. Вот, и посуда обязательно, потому что именно использование правильной посуды, да, можно сказать, правильной или нужной посуды раскрывает максимально чай, его свойства, аромат и так далее. Кстати, я бы предложила, может быть, вот учредить какой-то праздник в нашей стране, чтобы в этот день обязательно люди выпивали пиалочку чая. Есть международный день чая, который проходит 15 декабря, просто надо присоединяться, так сказать, и действительно пить хороший чай. Мы тут заговорили про ценовый фактор, вот я хотел бы поговорить о цене в прямом и переносном смысле. Самые дорогие сорта чая, вот сколько стоит самая дорогая чашка чая в вашей сейной лавке? В нашей чайной лавке? Нельзя сказать о чашке чая. Чашки чая у нас более демократичные. Ведь их приносят в заварниках чаще всего, правда? Конечно, да. У нас есть удивительный чай, один из удивительных чаев, наиболее удивительных, необычных. Это желтый чай, один из сортов желтого чая. Золотые иглы из горы Мэндин. Да, это провинция Сычуань. Чай нежнейший, тончайший. Но, как сказал один мой друг недавно, который попробовал первый раз еще белый чай в своей жизни, он сказал так. Мы его попробовали, попили как в воду, ничего не поняли, но потом отчинулись через 4 часа. Осознали себя сидящими, разговаривающими. И прошло 4 часа, и совершенно незаметно. Как влияет желтый чай на людей тогда в таком случае? Как и любой чай, желтый чай, наверное, в большей степени, он расслабляет ваше тело, умиротворяет, успокаивает, медитирует, медитатирует или заземляет, как по-разному можно сказать, и проясняет рассудок. Он заставляет критически мыслить, мыслить позитивно, и, ну, собственно, обладает таким антистрессовым действием. Столько полезных свойств, и все же возвращаясь к ценовому фактору. Этот чай можно заваривать дольше, то есть в количественном соотношении можно больше. То есть в многоразовом используем? Да, можно так сказать. То есть, грубо говоря, если мы купим пакетик Липтона, мы его заварим только один раз, потому что он рассчитан. Некоторые умелые славяне завариваются из пакетика Липтона. Можно и больше вытянуть, но качественный чай действительно рассчитан на многократное заваривание. И, грубо говоря, я могу напоить в количестве, скажем, 7 человек 10 граммами. Я слышала такое мнение, что при заварке чая, вот вторая заварка наиболее полезна, чем первая. Тут на самом деле все зависит от конкретного чая, потому что каждый чай раскрывается по-своему. Кто-то на второй заварке, кто-то на третьей, кто-то на седьмой. А кто-то на первой. Кто-то на первой, да. То есть, это надо знать конкретно этот чай, что он из себя представляет. И нужно очень долго к нему приравниваться. То есть, в какой посуде лучше его заварить, какой водой лучше заварить, какие условия для него нужны. Ну, у Кати, наверное, был вопрос больше о бюджетном чае, которым пользуется большинство людей. Стоит ли после первого использования, ну, я говорю сейчас про заварник, например, выбрасывать заварку, либо ее можно еще раз заливать? Чай питье, все-таки, наверное, это непрерывный процесс. И раз уж вы начали пить чай, то заканчивайте это чай питье уже в одним претестом. Чаще на ум приходят раскрученные зарубежные бренды и устоявшиеся названия. К примеру, английский завтрак. Мы понимаем, что это классический черный чай. Или каркаде, это красный или бордовый чай, кисловато, такого сладкого вкуса. Или вот, например, китайский зеленый, тоже это словосочетание часто на слуху. Говорит ли это о том, что если зеленый, то обязательно китайский. Если черный, то это английский чай. То есть, вот с чем связаны такие вот устоявшиеся названия? Ну, можно начать с того, что английского чая, в общем-то, нет в широкой продаже. Есть, конечно, энтузиасты, которые выращивают чай в Уэльсе. И даже я слышал, что есть в Шотландии делянки чайные. Ну, собственно, чай там не очень-то, наверное, качественный. Это все дело, наверное, ради самого чая. То есть, рядом с Биг Беном нет чайных плантаций, да? Абсолютно верно. Катя надеялась. Климат оптимальный для выращивания чая – это что-то вроде теплицы. В реальном времени это тропики. Это очень влажный и теплый воздух высокогорный. И плюс почвы важный. Ну, вы согласны, что современные жители даже нашего города чаще покупают то, что у них на слуху? Конечно. Те бренды, которые на слуху. На самом деле, просто позиция такова, что да, что реклама играет большую роль, и нам предлагают то, за что проплачено. Грубо говоря, у китайцев все намного проще. Они не платят за рекламу, потому что хороший продукт в рекламе не нуждается. Вы его попробуете раз, вам понравится, вы купите еще. Сарафанное радио дальше, так скажем, сыграет свою роль. Мы вот тут все про зарубежные напитки говорим. Олеся Александровна, а вот что с нашими отечественными? Конечно, не про зеленый чай говорю, а про травяные сборы. Насколько они популярны и насколько их много сегодня? На самом деле их очень много. Есть понятие о фитосборах и о фиточаях. Фитосборы – это, скажем так, комплекс лечебных трав. Их составляющих растений, плодов, коры, листьев, корней, корневещи и так далее. Фитосборы могут применяться большим количеством способов. Один из них – это фиточай. То, что мы завариваем, то, что мы принимаем с лечебной, профилактической целью. То есть потребность них есть. Вы сейчас говорите как раз о фитобаре, в том числе в санатории Чонки. В том числе в санатории Чонки. Я убеждена просто, что посещение фитобара – одна из любимых процедур ваших отдыхающих. Так это? Да, это действительно так. Из 400 отдыхающих, ну вот 380-390 – это постоянные клиенты нашего бара. И, в общем-то, нагрузка достаточно у нас большая. Очень востребованы эти чайи и очень хорошие отзывы о них. На какие функции организма в основном влияет фиточай? У нас, в общем-то, представлен достаточно большой перечень фиточаев. Основные функции, на которые делается упор – это, конечно, иммунные функции организма. Так как у нас особенности нашей зоны, особенности нашего климата, и очень много у нас отдыхает население из пострадавших регионов, то, в общем-то, достаточным таким большим спросом пользуются у нас витаминные чаи. То есть это оказывает общеукрепляющее действие, да? Общеукрепляющее, повышающий иммунитет. Особенно у лиц, часто длительно болеющих или имеющих какие-то хронические заболевания. И, в общем-то, сезонность употребления тоже есть. Вот как раз сейчас наиболее такой оптимальный вариант назначения витаминного чая. Вот. Есть еще, значит, желудочные чаи у нас, есть грудные, есть почечные. И, в общем-то, достаточно такой остальной большой перечень. Но вот эти вот чаи, они пользуются наибольшим спросом. Все зависит, наверное, от того сбора, который выбирает пациент, либо только находится у вас? Все зависит от того, с какой проблемой он к нам приезжает. Что мы пытаемся помочь ему решить, потому что это один из, скажем, вариантов решения проблемы. Но это не отменяет основное лечение. Хорошее дополнение. А передозировка может быть фито-чая? Передозировка в нашем варианте нет, не может быть. Но при домашнем употреблении, да, это может быть. И особенно осторожно нужно пить фитосбур, да, или фито-чай человеку, страдающему аллергией. Это правильно? Абсолютно правильно. Причем аллергия не только на травы и на какие-то другие компоненты, которые могут вызвать аллергию. Это, собственно говоря, другие лекарственные препараты, в частности так. Но мы всегда подбираем, скажем, дозировку для детей, для взрослых, исходя из основной проблемы и сопутствующих заболеваний тоже. И всегда надо учитывать то, какие травы туда входят, учитывать, скажем, физиологические состояния, в том числе беременность, учитывать сопутствующие, те, которые заболевания не хотелось бы спровоцировать. То есть противопоказания есть даже у, казалось бы, на первый взгляд, безобидных фито-чаев? Есть, да, конечно. А что касается регуляции давления, вот есть ли какие-то основные фитосборы, которые нужно пить, можно пить с гипертоником или, наоборот, нельзя пить людям, страдающим низким давлением? Ну, в частности, что касается санатория, да, есть у нас сердечный чай, сбор, вернее, так он будет грамотнее называться. Туда входят травы, которые оказывают седативное, успокаивающее действие, расслабляют стеночки сосудов, противоотечное действие, то есть уменьшают и, скажем, проявление артериальной гипертензии в виде отеков, уменьшают головные боли, успокаивающее действие на нервную систему, улучшающие сон. Вот это то, что, как говорится, доктор прописал при артериальной гипертензии. Все основные факторы, которые могут спровоцировать повышение давления, все, как бы, мы стараемся учитывать, назначая этот сбор. Людям с низким давлением здесь немножко другая ситуация, здесь нужно немножко стонизировать организм. Больше, скажем, трав, те, которые содержат больше биофлавоноидов, то есть это те вещества, которые способствуют большему усвоению витамина С, он участвует, скажем так, в выработке тех веществ, которые отвечают за наш тонус, за наше настроение, за деятельность сердечно-сосудистой системы, оказывая стимулирующее действие. Многие регулируют то же самое давление, употребляя зеленый и черный чай. Вот ваш совет на этот счет? Чай нормализует давление, и люди, которые себя плохо чувствуют в связи с пониженным давлением, да, вялость, он очень эффективен. Особенно зеленый, наверное, да? В том числе и зеленый. Хотя есть более эффективные чаи, например, пуэры, которые более агрессивно действуют на организм и тонизируют его. Понизить давление он не может критически. С другой стороны, он и не повысит его слишком, как, например, если будет передозировка кофе, и вы почувствуете себя не очень хорошо от высокого давления. В любом случае, чай содержит в себе тианин, который, да, немножко поднимает давление, но, опять же, не стоит забывать, что каждый чай, несмотря на какую-то общую группу своей полезности, он на каждого человека действует по-своему. То есть один и тот же чай на двух людей может кому-то взбодрить, а кого-то, наоборот, в сон. А, кстати, что касается кофеина, есть мнение, распространенное мнение о том, что в зеленом чае, в настоящем зеленом чае, не пакетированном, естественно, больше кофеина, чем в кофе. Это правда? Скажем так, это отчасти правда, потому что, когда мы говорим кофе и чай, мы представляем себе сразу напиток. Данное утверждение, оно правдиво только для листа и зерна. То есть, действительно, в чайном листе содержится больше кофеина, чем в зерне кофе. Но в готовом продукте наоборот. То есть в чашке чая где-то процентов на 30 меньше кофеина, чем в чашке кофе. Потому что мы для приготовления кофе используем гораздо больше зерен, чем само чая. Что ж, а мы ненадолго прервемся на короткую рекламу, сразу после чего вернемся в студию и продолжим общение. Не переключайтесь. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем и продолжаем говорить о пользе чая. Дмитрий, судя по посетителям вашей чайной лавки, можно ли сказать, что в Гомеле есть культура потребления чая? Ну, я не могу сказать, что она уже появилась или она есть, но мы... Интерес к этому направлению, по крайней мере, появляется, правда? Есть, да. И я очень удивлен, что... Я удивлен реакцией людей, которые посещают нашу лавку и уходят, уходя, говорят много очень приятных слов. И наверняка расспрашивают о том, что они употребляли только что, да? Не, ну, конечно. В основном, даже я спрашиваю, как им понравился чай, что они почувствовали и какие у них впечатления по поводу вообще чаепития всего. Да, потому что, в общем-то, впечатление общее чаепития у нас, оно имеет значение просто потому, что чай, в отличие от кофе, он более тонок. И как в отношении вкуса и аромата, так и в отношении своего действия. Вот. Поэтому на чаепитие нужно настроиться. То есть не отвлекать себя работой, не отвлекать себя повседневными делами или какими-то проблемными заботами. И поэтому мы создали вот такую атмосферу у нас, немножко успокаивающую, которая помогает сконцентрироваться на чаепитии и оценить напиток по достоинству. Я знаю, кстати, что в Минске сегодня уже созданы и открыты чайные школы, где рассказывают о этом напитке, где рассказывают о том, как правильно его употреблять и готовить. У нас что-то подобное есть? Ну, можно сказать, на энтузиазме держится, да. Как взять меня, например, да. Я стараюсь развивать чайную культуру в массы. То есть стараюсь рассказывать какие-то интересные вещи. Когда меня приглашают на какие-то, скажем, семинары или же мероприятия, то есть там я стараюсь как-то завлечь своих слушателей или просто новых людей. Дмитрий, а правда, что у вас в заведении можно не только попробовать чай, но и прикоснуться к самому процессу приготовления? Да, конечно. Мы настаиваем на этом и заинтересовываем людей в том, чтобы они самостоятельно это делали, потому что, мне кажется, это как, знаете, первый раз проехаться за рулем автомобиля. Некое таинство, да? Это любопытно, да. Которому нужно готовиться в том числе. И вот дать человеку самому попробовать, это немножко даже подогревает интерес. К тому же это довольно богатый инструментарий и увлекательно это все делать. Особенно, когда понимаешь, что для чего нужно. Дмитрий, мы знаем, что вы увлекаетесь чайной культурой уже более 15 лет. Как к этому пришли? С чего все начиналось? Как ни странно, начиналось все с кофе. Как неожиданно. Я чай особенно не любил. Я пил исключительно кофе, потому что тот чай, который мне предлагали, по каким-то причинам я не воспринимал. Я его не мог понять и не понимал вот эти все вкусы, ароматы. И, скажем так, когда мне впервые попался действительно хороший китайский чай, я понял, что это мое. То есть я начал интересоваться, начал спрашивать, покупать, где-то мне привозили чай из Китая. Я познакомился с людьми, которые сами ездят в Китай, которые там живут и потихонечку черпал информацию. И вот к данному моменту уже набрал, так скажем, хороший опыт, которым могу поделиться. Ну и все же, вот вам больше нравится пить этот напиток, да? Или вот сам процесс вас увлекает больше? Ни то, ни другое. То есть сейчас наступило... Я вообще люблю кофе. Нет, на самом деле наступил тот период, когда мне больше важна сама философия чая, которая включает как раз-таки и приготовление, и сам чай. Потому что на самом деле, когда человек к этому приходит, и когда он серьезно к этому приходит, у него формируется свой образ жизни и свой образ мышления. То есть на самом деле это гораздо глубже, чем вот этот выбор приготовления или только чай. А что здесь самое главное обычно? Просто хороший чай, как Дима уже говорил, да, он проясняет ум и настраивает на определенную атмосферу. То есть когда люди приходят, новые, и ты их вовлекаешь вот в это таинство, это уже, скажем, посвящение вот в это таинство. И это есть своя философия. То есть человек настраивается на позитивный лад и хорошую атмосферу, так сказать, хорошее настроение. Потому что чайный мастер, по сути, он как хороший психолог. Он может подобрать чай под настроение или же под то настроение, которое он хочет получить на выходе. Поэтому на самом деле это очень увлекательно и интересно. Дмитрий, настройте нас на правильный лад. Я так аккуратно намекаю, деликатно на то, что уже просто не терпится посмотреть, как все готовится. Да и попробовать, конечно. Конечно, можем. Сейчас будем насыпать чай, и потихонечку участники могут познакомиться с ним. Потому что это на самом деле уже самое начало церемонии, можно так сказать. Когда человек может познакомиться с видом сухой заварки, обязательно ощутить его. То есть аромат действительно очень, такой, скажем, необычный. То, что мы обычно пьем, все-таки уступает гораздо хорошему качественному чаю. Я покажу на себе, как это делается. То есть это первое знакомство с чаем. Вот эта коробочка, она для этого предназначена, чтобы мы могли познакомиться с чаем. Обязательно нужно сделать вдох и выдох в эту же коробочку. То есть таким способом вы пригреваете чай, и он начинает отдавать немножко другие ароматы, другие нотки. Почувствовать можно абсолютно все. То есть тут зависит уже от человека, от его мышления, про которое я говорил. То есть у каждого могут быть свои какие-то образы. Это на самом деле действительно очень удивительно и привлекательно. Алисия Александровна, наверное, вы будете первой, чтобы испытать на себе этот аромат. Аромат чая. Обязательно минимум надо сделать два вдоха, два выдоха, чтобы вы могли почувствовать вот эту разницу. То есть первого вдоха и второго. Мне не терпится узнать впечатления Алисии Александровны. Первая ассоциация. Первая ассоциация – это лес, это лук, это солнышко. Это лето. То есть практически представили территорию рядом с санаторием Чонки. Где-то так. Да, о солнышке правильно было сказано. Можно носом, можно ртом. Тут, собственно говоря, без разницы. Вот впервые, конечно. Чай вижу не впервые в жизни, но никогда не дышал им. Расскажи о своих впечатлениях всем нам. Ну, действительно, да, переносишься на какую-то такую лужайку летнюю. Вы говорили про определенное настроение, которое каждый вид чая дарит. Расскажите про этот вид чая. Это достаточно знаменитый китайский зеленый чай. Называется он «Колодец дракона». Скажем так, это действительно такой для меня бодрячий чай. Скажем, какое-то вот солнышко внутри он поселяет у себя. Поэтому я рекомендую этот чай действительно всем. Он хороший, он такой активненький, можно сказать. Потому что есть чаи, которые, наоборот, вроде как зеленые, у них должно быть много оксидантов. Но я бы не сказал, что они слишком активны. А вот это как раз именно тот чай, который... Ну, что могу сказать точно, что здесь нет ароматизаторов, как вот в привычных нам чаях, которые мы пьем ежедневно. Это точно натуральный чай. Вот запах натурального, настоящего чая. На самом деле, китайские чаи стараются делать без ароматизаторов. Потому что ароматизатор обычно это показатель плохого качества самого сырья чайного. То есть есть определенные добавки, которые... Должны скрыть какие-то недостатки. Да. Но также есть, скажем так, определенные добавки и в Китае, которые дополняют чай. То есть они играют роль второй скрипки. Но никак не закрывают основной вкус чая. То есть к таким добавкам можно, например, отнести жасмин, естественно, асмантос, пион где-то. Но это все-таки натуральные добавки. Да, это натуральные добавки, естественно. Очень-очень редко они могут использовать какие-то другие добавки, которые... Вы достаточно много заварки на такой небольшой чайничек, как мне кажется, насыпали. Вот как правильно пропорцию выбрать? Просто есть, скажем так, две тенденции. Это европейское чаепитие и китайское чаепитие. Которое подразумевает под собой то, что в европейской мы насыпаем мало, но настаиваем, сразу вытягиваем весь сок, так сказать. В китайской наоборот. Мы добавляем чуть больше, но сами настойки выдерживаем... То есть омываем эту заварку неоднократно. Да, да. Если говорить о том. Вот сейчас у нас идет второе знакомство с чаем. Мы уже вдыхаем аромат ожившего чая. Он уже немножко прогрелся, омылся и влаговухает совершенно по-другому. Совершенно по-другому. А температура воды? Уже не солнце. Температура воды на самом деле это влажное качество. Что-то другое. У каждого чая свой температурный диапазон. Поэтому нельзя заварить, например, белый чай крутым кипятком. Где-то так. Семечками пахнет? Да. Этот чай на последней стадии обработки, он обжаривается в больших чанах, котлах, можно так сказать. То есть мастер очень умело этот чай ворочает по этому котлу, не давая ему пригореть. Семечки или хлеб, свежий хлеб. Что-то вот такое, трава, что-то вот такое. Вот важно ли в какой посуде ты завариваешь чай? Нам больше привычные стеклянные такие заварнички, да? Или керамические. Или керамические. Все-таки вот насколько это влияет на вкус и аромат чая? Скажем так, если человек только-только начал увлекаться, ему большой разницы он не почувствует. Вот к этому надо прийти, вот как и Дима говорил про желтый чай, да? Что... А про белый, извиняюсь. Что они достаточно тонкие, да, они очень тонкие. Уловить сразу вкус белого чая на самом деле очень сложно. Вот, поэтому то же самое и с посудой. То есть когда человек ему сразу дашь попробовать, например, там с гайвани и с чайничка, он сразу может не почувствовать этот вкус. Это все опыт и время. То есть когда к этому придешь, тогда начинаешь чувствовать. Большой разницы, собственно говоря, для широкого потребления его нет. Но тем не менее разница потом появляется уже со временем. То есть я, например, посчитаю пить чай именно с глины, она более вкуснее. То есть, опять же, важно не только где ты его в чем завариваешь, но еще важно из чего ты пьешь. У многих вопрос, неужели можно, ну вот, ощутить насыщение чаем напиться вот маленькой вот этой пиалочкой. На самом деле тут все достаточно просто. Мы пьем чай для того, чтобы пить чай. Когда вы пьете маленькими пиалочками, вы ему уделяете внимание, вы его пробуете. Вы не отвлекаетесь на другие вещи, там, когда у вас есть большая кружка, вот как у вас на кружке, да? Вашего чая не хватит для нашей кружки. Вы не влекаетесь чаем, вы за разговором просто технически его попиваете, да? Это для большой беседы, да? Да, да. Ну, как вам сказать, мы можем и час так беседовать. У вас заварки много, да? Для нашей сегодняшней беседы за кружкой чая, я думаю, такие пиалочки вполне подойдут. Просто они будут завариваться неоднократно, поэтому... Спасибо. Мы присядем на свои места, так будет нам удобнее ощутить, наверное, вкус чая. Ты думаешь, сидя, он будет вкуснее? Да. Вы уже попробовали, ну как там лук, солнце? Солнце есть. Зеленые чаи, они достаточно ароматные и имеют такой насыщенный запах. Вот этих семечек, либо кукуруза вареная, чего угодно, сладкие травы какой-то скошенные, да. Но настой просто все ставит на свои места, и он очень сочный. Сахар, вот на ваш взгляд, чай портит. А как вам сейчас чай? Прекрасный. Вы бы хотели добавить туда сахар? Это не совсем показательный ответ и вопрос, потому что мы, например, пьем чай и кофе без сахара. Может быть, вот тому, кто привык... Алисия Александровна, как вы привыкли? Я без сахара пью. Мне кажется, сахар перебивает вкус, как кофе, как и чай. Тут не только, скажем так, именно здоровое питание или, скажем, диагноз сахарного диабета влияет, да. В первую очередь, как я уже упоминал, да, китайцы не любят добавки, они не любят мешать вкусы. То есть мы сейчас пробуем именно основной вкус этого чая. Без добавок, без вкусняшек, пироженок там и прочего. То есть они относятся ко всем чаям фактически именно так, что надо пить хороший, качественный, вкусный чай, который себе что-то представляет. Каждый чай зеленый, они такие разнообразные, что один чай может так пахнуть, другой совершенно по-другому. На вкус они тоже будут отличаться. Я думаю, Дмитрий меня поддерживает в этом плане и скажет, что... Дмитрий хочет еще чай. Я вот только хотел спросить, я вот так растягиваю удовольствие, я смотрю, а у Дмитрия уже чашечка пуста. Как правильно вот потреблять чай? Сдерживать себя не нужно. Сдерживать не нужно, да, просто надо вовремя подходить за чаем. Но вы сами уже поняли интуитивно, да, что маленькая пиалочка, она уже нас немножечко приспосабливает к неторопливому чаепитию, да. То есть кажется вот мало, да, и поэтому мы начинаем смаковать. И мы действительно начинаем ощущать этот вкус и какие-то нотки, послевкусие. То есть тут моментов очень много. Поэтому я и говорил, что тут не важно, как, скажем, приготовление сам чай, тут важна сама философия, когда ты все понимаешь, для чего это нужно, как лучше раскрыть, какие методы есть и прочее, прочее, прочее. А как много времени нужно, чтобы чай настоялся в заварнике? Вы, кстати, Дмитрию можете... Я уже налил. Я просто... Спасибо. То есть обязательно выждать несколько минут, чтобы чай раскрыл свой вкус? Это основная тенденция, когда я людям советую, как правильно пить чай. Это не только, скажем, уделять ему внимание, но основное правило, можно сказать, это не настаивать чай. Это ошибочное мнение, но это связано с тем, что нас в основном привыкли к индийским чаям. Это хочу вот сразу уточнить. Индийские чаи, они на то и предназначены, чтобы заварить и сразу отдать весь вкус. Китайские чаи на это не рассчитаны. Если вы заварите вот этот чай минут пять, он станет невкусным. То есть его надо проливать такими проливами. Грубо говоря, там, первая заварка, там, 30 секунд, если не слишком много положить заварки, там, последующая, на 15 секунд просто увеличивается. То есть, но он не настаивается. Вот сейчас он у меня в чайнике, да, он у меня не залит водой, он ждет, когда будет следующий пролив. Знаете, все-таки я хочу вот вернуть нас немножко на землю. В плане того, что ароматами, прекрасными чая мы немножко улетели. Если все-таки вот вернуться в каждую из квартир, где смотрят сейчас нашу программу, ну, не каждый сможет себе позволить такую чайную церемонию дома. Чаще всего мы завариваем привычную заварку из магазина. Кто-то дешевле, кто-то дороже. Вот какие-то прикладные ваши советы. Есть ли отличие от того, что мы сейчас делали, и от того, что делаем каждое утро дома? Посуда может быть не важна. Важен сам принцип, чтобы чай не настаивался. Можно взять вот такую гайваньку. В ней тоже заваривают чай. И просто слить воду в пиалку, в чашу, неважно во что. Можно взять старый фарфоровый советский чайник заварочный. То есть тоже. Мы заварили там чай, сразу слили в чашку. Ну, по прошествии какого-то времени. И это буквально займет у вас минуту. Как интересно, можно мне добавить? Конечно. Мнение о том, что чтобы заварить по-настоящему чай, нужен час или полчаса. Оно ошибочное. На это минимум времени нужно, да? Конечно. Хороший, качественный чай долго не заваривается. Ему хватает буквально 50-15 секунд. Я хотел бы немножко успокоить телезрителей, которые, может быть, испугались всего этого из комментария. Что всю жизнь неправильно пили чай. И будут пить его, может быть, да, потому что все это сложно и дорого, и непонятно. И не везде достанешь это. Да, поэтому я скажу так. Процитирую китайцев, которые говорят, что правильно пить чай, так и вкусно. Вам вкусно. Поэтому, если вам вкусно пить его в чашке и крепко заваренным, да, пожалуйста. Никто не запрещает. И это не вредно. И если вам вкусно, то это прекрасно. И, собственно, китайцы, которые потребляют 80% всего произведенного в стране зеленого чая, фанаты его, они не заморачиваются и пьют его, собственно, из стакана. Вот. Мне это напоминает поезд и большие граненые стаканы, в которых привычно пить чай. Да, пусть он и пакетирован, но там, да, там действительно. То есть все это великолепие разводится вот для церемонии, по особым поводам. А в повседневности, в принципе, все проще. Китайцы, в общем-то, понимают, к чему это, да. Они понимают, что они ждут чая, поэтому они зачастую не заморачиваются. К тому же, это красиво. Когда зеленый чай заваривается в прозрачной посуде, зеленые такие ярко-зеленые чайинки танцуют в стакане. Слушайте, целая философия, вы правильно сказали. Действительно, можно говорить о чае очень-очень много. Сейчас такой более практичный вопрос ко всем нашим гостям. И все же, главные советы при выборе чая в нашем современном мире, в городе Гомеле, посоветуйте нашим телевизорителям. Мы с вами оказались в магазине. На какую фонку, чтобы, по крайней мере, выбрать более-менее качественный вариант? Вам надо профессиональная точка зрения или немножко упрощенная, скажем? Профессиональная, но приближенная к нашим условиям. Просто хорошие чайманы, естественно, будут смотреть на много критериев. Это, скажем, аромат, цвет, однородность, качество листа. Но все равно это все меркнет по сравнению с тем, что его надо попробовать. В любом случае. И, скажем так, именно обобщенное мнение, да, чем лучше придерживаться, это, как Дима сказал, если вам нравится, значит, это ваш чай. Больше ничего не надо. Он может недорого стоить, он просто вам залез в душу, и все. Это главная критерия. Ну, это, если мы говорим о выборе уже какие-то заведомо известных, хороших чаев. То есть проблема стоит в выборе сорта. Ну, у каждого понятие заведомо известный хороший чай, оно свое. У вас свое. Для многих хороший чай – это чай в упаковке, яркой, красивой, привычной, в районе 20 тысяч стоящей. Человек привык, и, в принципе, ему с ним комфортно. Ну, если мы уже говорим о супермаркете и запакованных чаях, тут уж никак не будет оценить, только, наверное, срок годности посмотреть. Ну, я остаюсь верить тому, чему написано. И, конечно, отметаем пакетированный чай, правильно? Наверное. В общем-то, любой чай, который вы видите в супермаркете, это чай, который китайцы, если он китайский. Не любят. Это тот чай, который китайцы подмели и упаковали. Даже там, где чаинки практически целые. То есть это не очень качественный лист, это обрезанный лист при формовке кустов чайных, это плохо обжаренный лист, это потеряные листочки в процессе, технологических процессов. Это очень много отходов, которые закупаются в больших количествах крупными компаниями. Все потому, что они не могут, скажем так, обеспечить повышенный спрос хорошего чая в таких вот объемах. Им приходится усреднять качество до какого-то низкого. Я уже боюсь спросить, что находится внутри пакетиков тогда, если внутри... Это каждый может проверить, разорвав его. А там сложно определить, наверное, что там, да? Это остается только задуматься, что вы пьете, грубо говоря. Но это чай. Ну, вот представляете, когда вы... Все, что осталось неподметенным вот в эти упаковки, это идет в пакетики, правильно? Да, вот просто на улице, когда тетушки сидят и просеивают чай в таких специальных бамбуковых ситах, его сортируют как гречку, знаете, от плохих черенков, от чего-то не очень хорошего. И вот просто из-под этих сит высыпается такая вот труха, которую детишки поднимают горстями и... И отправляют ее в ромку. Да, это такой коробочкой, из которой высыпаются пакетики уже. Ну, вреда этот пакетированный чай, который есть практически у каждого в доме, он не приносит? Или, по крайней мере, на работе. На самом деле, все зависит от качества и как он хранился, потому что Дима, правда, говорит, что это все стоит просто в мешках, дожидаясь, когда его отвезут куда-то на производство, то есть под солнцем, под дождем, оно может где-то даже подвялиться, это уже нехорошо. То есть в лучшем случае такой чай просто вообще ничего не приносит. Не вреда, но и не пользы. В худшем случае это вред. Читал недавно исследование, в Америке бабушка выпивала по 30-40 чашек чая, пакетизированного, в день. По упаковке чая, по сути. Ну, можно сказать, да. В том чае, который она пила, содержание фтора превышалось в 30-40 раз выше нормы. Это очень вредно. Ничего себе. Это так, информация, повод к размышлению. Да, это повод к размышлению, что мы пьем дома. Я так понимаю, кроме того, что нужно пить то, что тебе нравится, то, что тебе хочется, если мы выбираем чай в городе Гумеле, да, отдавать предпочтение чайным лавкам, бунгало, как сейчас модно говорить, да. Специализированным магазином, где чай на развес, и ты можешь его увидеть, пощупать и почувствовать его запах. Если вы хотите получить от чая что-то больше, чем записку бутерброда, то я думаю... Вот хотелось бы, вот, скажем так, подводя итоги нашей беседы, мы уже определились, как правильно выбирать чай, как его правильно употреблять. Как же нам его хранить дома, так, чтобы сохранить максимум всего того целебного, всего того приятного, того, чего мы ждем от этого чая. Скажем так, есть основные правила, да, но не стоит забывать, что любой чай, он имеет такой параметр, как свежесть, кроме пуэров, те наоборот. Вот, поэтому не стоит забывать, что не надо затягивать с такими чаями, с долгим хранением. Основные критерии – это герметичная упаковка, можно банку, можно стеклянную банку, но с одним условием, чтобы эта стеклянная банка не стояла на солнце. Это пересушивает чай, он теряет в ароматности и вкусе. То есть не темная банка, обычная стеклянная банка? Как я уже сказал, можно использовать стеклянную банку, вот видите, у меня железная, то есть даже на солнце она где-то чуть-чуть может и постоять, да. Вот, и чтобы помещение обязательно проветривалось и была достаточная влажность, то есть и невысокая, но и не низкая. То есть на кухне, в принципе, как мы храним повседневностью, это в шкафчике? Да, этого вполне хватает, просто у нас не те объемы, чтобы чай быстро портился. А пакеты вот бумажные, то в чем их хранится? Бумажные нет, чай очень чувствительный к запахам, поэтому если что-то у вас на кухне, там, чесночок порезали, у вас уже привкус чеснока будет в чае. Благодаря вам мы так много узнали об этом замечательном напитке, о чае. Ну что ж, нам осталось определиться со своими предпочтениями и обязательно устроить сегодня вечером чайную церемонию дома. Предлагаем это сделать и нашим телезрителям, насколько это возможно. А вас благодарим за замечательную беседу, за интересную беседу и за такую хорошую компанию. Вы знаете, а ведь действительно очень важно, кто составит себе компанию при чаепитии. Спасибо большое за этот интересный, полезный и добрый разговор. И вкусный. Спасибо вам. Спасибо вам. Доброго вечера. Спасибо. Мы рады приветствовать в студии гомельского ремесленника Юлию Целкову. Добрый вечер, Юлия. Рады видеть вас. Вы не с пустыми руками пришли к нам в студию. Юлия, есть информация, что у вас несколько образований. Среди них инженер-технолог, инженер-механик и химик. Какое отношение все это может иметь к творчеству? В общем-то никакого. Как сложилось у вас в жизни в таком случае? Творчество у меня всегда шло само собой, работа само собой. Но, конечно, вот такое обилие технических специальностей, наверное, мне в помощь, потому что я все схемы делаю сама. И, ну, вот, наверное, вот это плюс моего образования. Все это время вы находились, скажем так, в творческом поиске, как понимаю. И все же, давайте вспоминать, когда впервые взяли в руки спицы и крючок. Спицы я впервые взяла в руки, когда мне было 7 лет. Вот. А крючок не помню, но примерно в этом же возрасте это было. А где учились этому мастерству? Меня мама учила. То есть она мне показала основы, кое-что мне показала еще тетя. Остальное все, я до остального доходила сама. Ну, тогда это, наверное, были, ну, как минимум, только шарфики, да, либо маленькие детали. Вряд ли еще в детском возрасте вы такие прекрасные фигурки исполняли. Конечно, да. Это было сначала одежда, вот, сначала, да, как вы говорите, шарфики, потом это стали свитера, вот. Потом кардиганы, после... Я уже представляю, как вы обвязали всех членов своей семьи и всех подружек, да, красивыми ввязанными вещами. Ну, в основном для себя вязала, честно скажу. Вязала, распускала, снова вязала. Когда нитки были в дефиците, было вот так. Вот. А игрушками я занимаюсь вплотную уже 4 года. А вообще, вот, сложно научиться этому мастерству? Потому что, ну, я не знаю, вот сколько ни пробовала вязать крючком, там, вышивать, как-то вот, ну, наверное, все-таки должны быть какие-то способности или предрасположенность к этому занятию? Ну, у меня такая особенность детства. Я должна все понять сама. То есть я вижу вещь, а как ее сделать, реализовать, как бы, я должна понять сама. Я и до сих пор не беру никаких мастер-классов, не покупаю их. Поэтому, наверное, мои игрушки, они, ну, очень отличаются от того, что есть в интернете. Они такие сами по себе. Могу представить, что процесс производства достаточно трудоемкий. И это, наверное, мало сказано. Сколько времени и сил уходит вот на такую игрушку? Ну, вот представьте, да, вы видите мишку. Там миллион этих петель. Вот каждую петельку я пропустила через себя. То есть каждую. Ну, а если учесть, что у меня очень много таких игрушек и одежды, то, конечно, это, да, это трудоемкий процесс. При том, что надо связать, надо еще набить, собрать. Каждая деталька двигается. То есть, ну, конечно, изумительный презент, может быть, да. В среднем на игрушку уходит день-два. Это если целый день заниматься в занятии? Ну, да, целый день, там, особо не отвлекаясь. Ну, то есть это занятие, мы можем сказать о том, что занимает сегодня основную часть вашей жизни. В вашей вязаной коллекции чего только нет, от шалей, варишек, салфеток до слингобус и пальчиковых театров известных сказок. Расскажите вот о последних. Пальчиковые сказки – это такие игрушки для детей. Очень их любят дети, особенно годовалые, двухгодовалые. Вот. Можно, чтобы ребенок сам играл с такими игрушками. Можно, чтобы там мама, папа показывали детям театры. Ну, это очень интересно, да, когда можно потрогать это все. Во-первых, необычно, что такие мелочи связаны крючком. Вот. Плюс всякие хитрости, то есть все как в сказке. Там может быть конфетка, например, да? Может быть, все что угодно. Дослушал сказку до конца, вот тебе бонус. Может и так быть. У меня есть заказчица, которая говорит, что ее ребенок сам рассказывает сказки. То есть он до определенного момента слушает, потом все это забирает. Потом начинает фантазировать. Да, и начинает сам рассказывать сказки, что-то там себе придумывать. Каждый персонаж действительно уникальный. Расскажите вот о тех ваших вязаных друзьях, которые сегодня в студии. Сова – любимая игрушка моего мужа. Вроде бы как… То есть даже у мужа есть любимая игрушка. Да, вроде бы как взрослый мужчина, да, который не любит, в принципе, игрушки. Но почему-то он очень нравится, ему эта сова. Полярная сова напоминает о севере. Об этом мы еще тоже будем говорить сегодня. Ну, действительно, они все крайне милые. И тигренок там есть, и какие-то человеческие силуэты. А вам какая больше нравится? Мне нравится турист вот этот. Это потому что путешествовать любите, либо просто образ удачный? Ну, да, может быть, и то, и другое. Как-то он такой, как в советские времена. Турист, бард. Вот. Есть среди ваших экспонатов, так скажем, да, вашей коллекции и вышитые картины известных художников. То есть это репродукции с помощью вышивки, да? Только вышитые репродукции. Да. Насколько сложно создавать такие работы? Ну, когда ты любишь это делать, то это несложно. То есть это кропотливая работа, да, но для меня это несложно. Ну, и вообще-то чем сложнее работа, чем в ней больше деталей, тем мне более интересно над ней работать. То есть, конечно, если человек этим не занимается, то эта работа сложная. И все-таки чаще больше вышиваете или вяжете? Вяжу. А знаешь, что, как ремесленник занимаетесь изготовлением таких сувениров на заказ. Правда ли, что однажды вас попросили связать 65 тигров и столько же леопардов? Да, вот как раз такой тигр сейчас со мной. Просто невообразимое какое-то число ты назвал только что. Практически заводские объемы. Мне кажется, наверное, на это должно было уйти, ну, как минимум полгода. Нет, было очень мало времени, 27 дней. Поэтому, естественно, сама я не могла с таким заказом справиться. И мы работали с другими ремесленниками, мастерами. Но каждая игрушка прошла через меня, потому что они должны выглядеть, как партия были. Поэтому вязали разные люди, а собирала всех я сама. А этот заказ был для какого-то корпоративного мероприятия? Этот заказ был для презентации мультфильма. То есть это были герои, ожившие практически? Я так понимаю, главный персонаж был тигр и леопардик, да. Особое место в вашей коллекции занимают фигурки шаманов и оленеводов. Расскажите, откуда это северное веяние? Ну, у меня... Это идея моего мужа. Он предложил мне сделать такого вот оленевода к Новому году. Вот. Ну и сейчас они пользуются большой популярностью. Вы копировали эти образы, эту мимику с живых персонажей, живых людей? Ну, вообще у меня есть такая книга настольная «Сказки народов севера». Вот. У меня много идей оттуда. Мы знаем, что у вас и вашей семьи действительно много связано с севером. Правда, что там каждое лето отдыхаете? Да. И интересно, какая там температура летом? Бывает всякое. Бывает и очень жарко. 25. Один раз мы даже сфотографировали градусник на заправке, где было 45 градусов. Вот. Но прошлое лето... Плюс 45? Да, плюс 45. На севере. На севере. Вот это надо только вдуматься. Там, если солнце, то там очень жарко. Вот. Но прошлое лето оно, наверное, испытывало нас на прочность, потому что все лето температура средняя была градусов 10. И все это добавьте еще дождь и ветер. А почему именно на север отправляетесь каждое лето? Это такая экзотика вместо Кипра, Египта и Турции? Там очень красиво. Там есть свой дух, которого нет ни в Турции, ни в Египте. Один из пунктов вашего маршрута летом – Карелия. Знаем, что там вы часто участвуете в водных походах со своей семьей, с друзьями. Расскажите об этом небезопасном, достаточно увлечении. Ну, вообще, если правильно экипироваться, иметь соответствующее нужное знание и опыт, то это не такое уж небезопасное занятие. То есть у нас все необходимое снаряжение есть, катка, спас-жилет. Все это... Мы настолько дисциплинированы, что мы всегда в спас-жилете, если на воде находимся. То есть неважно, это сплав по бурной воде или это просто рыбалка. Это ваш сын, да, я так понимаю? Да. То есть он тоже участвует в этом мероприятии, скажем, да? Во время сплавов удается что-нибудь вязать? Прямо во время сплава нет. Удается вязать. Наверное, некогда все-таки, да, в этот момент. Течение бурное? Нет, ну да, течение не позволит. Вот, но на стоянках... Как только свободная минутка. Да. То есть вот сама природа и красивые пейзажи и новые ощущения, все это дает вдохновение на новые работы? Конечно. Плюс на севере, ну, очень красиво. Там, ну, там нет кричащих цветов, как на юге, как там в Индии какой-нибудь. Но там настолько много оттенков, там за счет этого низкого неба, просто столько оттенков серого, голубого и синего, ну, не знаю, зеленого, что я столько больше нигде не видела. И даже дома в Беларуси многое возвращает вас в те места. Знаем, что очень любите слушать заслуженного исполнителя горного Алтая Болота Байрышева. Расскажите об этом. Болот приезжал год назад к нам в Гомель с концертом. Это было очень неожиданно для меня. Я когда узнала, это было как раз перед Новым годом, когда я вязала очередных оленеводов, и мне пришло в голову сделать шаманов. То есть, с надеждой на то, что мне все-таки удастся подарить Болоту этого шамана, я его взяла с собой на концерт, и, да, удалось поговорить. Какая это музыка, которая исполняет Болот? Как вы можете ее описать? Болот исполняет это горловое пение, играет на народных инструментах. То есть, музыка северная во всех проявлениях ее, да? Да, то есть, в моем случае можно не знать слов, можно не знать этого языка, но я просто чувствую эту природу. Эти мотивы вам близки. В том числе, под эту музыку наверняка и творите большую часть своего времени. Вы начали вязать образы ваших близких. Расскажите, кто из членов вашей семьи есть уже в коллекции? Вот, это мой сын. То есть... Как схожесть оценил сын. Как он реагировал? Ой, ему очень понравилось. Ну, он попросил меня сделать такую игрушку. Я... у меня как раз был перерыв. Я поняла, что да, у меня и эти нитки есть, и эти, и эти, и я могу это сделать. Вот, ну и вот, сделала такой. И прическа такая же, да? Очень похоже, да, и шапочка. Появлялись ли после подобные заказы? Да, я сделала месяц назад примерно, своего сына связала, и уже три таких заказа поступило. То есть, вот эта девочка Женя. Это его подружка, наверное, да? Да. Вот, она, ну, уже готова, ее надо только отдать. А муж не обижается, что его до сих пор нет в вашей коллекции? У мужа есть сова. Да. Он смеется. Сова и жена. По этому поводу говорит, что, ну, давай думай, как будешь бороду вязать. Вот. И все же, вот, главный секрет вашего вдохновения, главный секрет вашего такого, ну, творческого мастерства, да, в чем заключается? Не знаю, наверное, в том, что моя любимая работает. Это даже, наверное, уже не работа, а целая жизнь. Создание таких замечательных персонажей и замечательных работ. Ну, да. Мы уверены, впереди у вас огромное количество интересных идей и проектов. Пусть они реализуются в жизни и приносят удовольствие не только вам, но и, конечно же, тем людям, которым адресуете свои сувениры. Доброго вечера вам. Пусть каждый ваш вечер приносит новую замечательную работу. Доброго вечера, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!